Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Фёдоров. Коротко о главных темах. Содействие в действии. Чьи инициативы были поддержаны и как в рамках губернаторского проекта преобразилось село. Репортаж о Схворостянке. Они берегут время и здоровье пациентов. В Самаре одной бережливой поликлиникой стало больше. А где появилось такое медучреждение и каковы принципы его работы? Где искать русский дух из сказок? О чем молчат магические камни? И что особенного в атмосфере Красноярского района? Наша съемочная группа отправилась в путешествие и нашла ответы. Школьники-хворостянки делают проекты для крупных компаний. Это результат работы мини-технопарка. У детей есть возможность для творчества. Современный музей, благоустроенные парки, спорткомплекс. И это далеко не полный перечень того, что по инициативе людей появилось в селе в последние годы. Жители активно участвуют в федеральных и региональных программах и замечают перемены. Сегодня с рабочим визитом в районе находится губернатор Дмитрий Азаров. Подробности у Ольги Павловской. Катя Пучкова оттачивает элементы. Спортивной аэробикой девочка занимается уже три года. В этот вид спорта она влюбилась буквально с первого взгляда. Просто посмотрела видео в интернете, мне понравился этот спорт. Он очень красивый, так сказать. Ну и я решила заниматься. Катя мечтает стать мастером спорта и потом тренировать детей. Желательно в таком же современном комплексе. Здесь есть все для полноценных занятий. Тренажерный зал, бассейн, зал для игровых видов. Занимаются в том числе и баскетболисты. Они выигрывают областные соревнования. Впрочем, и спортивная аэробика в почете. Педагог уверяет, растет перспективная молодежь. Все оборудование есть. Все условия созданы для детей. Светло, тепло. И весь спортивный инвентарь, снаряды. Все есть для занятий. Не только спортом. В сентябре в Доме детского творчества заработал мини-технопарк «Квантум». Одновременно здесь могут заниматься 45 детей. Ребят, чем занимаетесь здесь? Мы делаем сортировщик яблок. Мы делаем сортировщик яблок. Роботос делаем. А что, как они сортируют яблоки? Самые вкусные выбирают? Они по цвету. У нас сейчас от Самарского кванториума была поставлена задача о проектах именно с какими-либо предприятиями. И мы вот связались с нашим районным предприятием. Они нам выдали такую проблему о том, что у них очень много садов, но проблема в сортировке. Люди сидят и руками все перебирают и сортируют. Мы решили создать именно, чтобы автоматическое было. Это у нас второй прототип. Еще одна идея для районной компании – это умный склад. Количество зерна измеряется автоматически, определяются и условия хранения. К примеру, температура, влажность. Одни ученики сделали разработку, другие – ее презентацию. В соседних кабинетах созданы условия для программирования и моделирования. Это очень интересно. Нам нравится программирование. Да. Мы хотим стать программистами. Мини-технопарк был оборудован в рамках нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Такие классы появились во многих районах области. Инициатива людей поддерживается и благодаря губернаторскому проекту «Содействие». Так, в Хоростянке музей теперь находится в отдельном здании. Раньше ютился в Доме творчества. Мы там оформили одну комнату. Это был зал славы земли Хоростянской. Ну и накапливались мы, ездили в экспедиции. Приходили люди, накапливался материал. И затем общественность выступила с предложением, чтобы подать заявку на губернаторский проект «Содействие» для того, чтобы нам выделили помещение, где мы могли бы развести все экспозиции. Этот музей по-настоящему народные экспонаты приносят жители. Большинство выставок с элементами интерактива, что привлекает сюда школьников. Хоростянке в рамках проекта «Содействие» также был приведен в порядок Парк Победы. По-новому стало выглядеть и территория рядом с храмом в честь Покрова Божьей Матери. Уже установлены освещение, фонтан и памятник Богородице. В этом году предстоят завершающие штрихи. И дальше к новым проектам. Хоростянки на «Сделанном» останавливаться не намерены. Хотя перемены уже заметны каждому. Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Хворостянка. Правильно расставить приоритеты. Проблема водоснабжения, развитие спортивной и дорожной инфраструктуры, реконструкция домов культуры и ряд других больных для жителей Пестравского района вопросов стали ключевыми в ходе совещания, которое на территории муниципалитета провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в материале Леонида Кошмана. Экономический потенциал Пестравского района, по оценкам экспертов, сейчас один из самых значительных среди всех территорий Самарской области. По валовому сбору зерна она входит в региональный ТОП-5. Выше среднегубернских показателей объем инвестиций на душу населения и бюджетная обеспеченность. При этом здесь скопился целый клубок хронических проблем. Одна из самых насущных – нехватка качественной питьевой воды. На сегодняшний день только 26% жителей района обеспечены, казалось бы, таким элементарным ресурсом. Чтобы открыть кран, и в доме была у тебя чистая, качественная питьевая вода. Сейчас частично у нас проблемы решаются, у нас заводится питьевая вода на специальной машине. Разобраться в вопросах жителей и найти вместе с местными властями их решения. В Пестравку прибыл глава 63-го региона Дмитрий Азаров. Помогать наиболее эффективно выстраивать работу должна стратегия лидерства района. Она сформирована в 2018 году на основе предложений и инициатив самих жителей. По оценке главы региона, пришло время проанализировать развитие муниципалитета на данном этапе, чтобы понять, какие вопросы имеют первостепенное значение. Так, сейчас ведется строительство Пестравского группового водовода. Однако сроки ввода объекта в эксплуатацию сорваны. Именно слабая работа по важнейшим для района направлениям стала одной из причин смены главы в декабре 2020-го. На эту должность накануне 2021 года избран Сергей Ермолов. Ему предстоит в ближайшее время налаживать системную работу. Без воды развиваться невозможно. Объединили мы усилия, включили его в нацпроект, получили поддержку. Ну, в этом году закончили. А у нас плановое было завершение текущей, 20-й год. Да, 20-й год. Год потеряли. Непонятно. Безусловно, надо доделать. И давайте мы максимум усилия приложим для того, чтобы задача справилась. Гораздо раньше. Дмитрий Азаров добавил, что нацпроекты охватывают практически все сферы жизни, волнующие людей. Поэтому важно проанализировать исполнение на каждой территории. В частности, один из важнейших для района нацпроекта здравоохранения. Благодаря национальному проекту в районе был обновлен парк скорой помощи, а для Пестравской центральной районной больницы планируется закупка нового оборудования. Но есть серьезная проблема – нехватка кадров. Эффективным решением, по мнению руководителя ЦРБ, может стать предоставление медикам служебного жилья. Больница уже сформировала заявки, однако дальше администрации района они не ушли. Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая позиция муниципалитета неприемлема. Возможности, которые дает нацпроект, инициированный президентом страны Владимиром Путином, надо использовать максимально. Администрация должна быть магнитом. Сюда люди хотели, должны прийти. Своими проблемами и ведами. И не важно, это главный врач, директор школы, либо житель, труженик там села. Вы создайте атмосферу, чтобы к вам люди хотели прийти. Важнейший объект. Нет ничего важнее, чем здравоохранение. Также глава региона поручил ускорить возведение фельдшерско-акушерского пункта в селе Высокое. Срок сдачи не позднее ноября 2020 года. Еще одна приятная новость. Уже в этом году у местных жителей появится новое место отдыха – детская и спортивная площадка на реке Эргиз. С такой инициативой главе региона обратились на приеме местные жители. Дмитрий Азаров ее поддержал. Важную заявку мы сегодня говорили, чтобы была сделана заявка с землеотводом, с документами и так далее. Николай Николаевич, спасибо большое вам. Здоровья вам. Спасибо. Сделаем в этом году. Спасибо, что в такое время успеваете гражданам принимать. Большая благодарность вам. В такое время и могу успевать. Вечером спасибо, что вы отдали. Сергей Ильич, ну вы знаете, у нас задача стоит не до конца года, Николаевич. Вы контролируетесь. До 1 сентября. Это крайний суд. В ходе встречи жители поднимали целый ряд других важных для района вопросов. Они касались ремонта дорог, строительства футбольного поля и тренажерного зала, а также капитального ремонта дома культуры. По всем темам найдено решение. Заданы сроки подготовки необходимой документации и реализации проектов. Леонид Кошман, Александр Каракулько, Новости губернии. Уровень строительной готовности моста через Волгу, Климовки и прилегающих к нему дорог почти достиг 10%. На совещании, которое провел первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов, обсудили задачи, стоящие перед всеми организациями, возводящими уникальное сооружение. Очередная цель. Уже к 1 апреля этого года должна быть готова пятая часть всего объекта. Сохранять высокие темпы строительства позволяет пристальное внимание властей. Так, в 2020 году получено положительное заключение глав госэкспертизы на все этапы строительства. Финансирование проекта идет своевременно. Более 14 миллиардов рублей поступило из средств федерального гранта на оплату выполненных работ и авансовой транши. На совещании достигнута договоренность с подрядчиками о восстановлении дорог после прохождения большегрузной техники. Этим, в частности, будут заниматься в Шигонском районе. Еще одна тема – складирование грунта и своевременная добыча и доставка необходимого для стройки песка. Для этого изменят действующие регламенты. Напомню, уникальный мост через Волгу в районе села Климовка возводится в рамках проекта автомагистрали Европа-Западной Китай, которая пройдет через Самарскую область. Ключевое решение было принято на совещании в Министерстве транспорта России с участием губернатора Дмитрия Азарова, который нашел аргументы, чтобы доказать, что этот объект необходим 63-му региону. Конечно, объект важнейший, стратегический. И все внимание правительства, ключевых министерств, оно направлено на то, чтобы обеспечить ввод объекта в нормативные сроки. В апреле месяце, как мы предполагаем, мы увидим уже первую надвижку, надвижку первой секции на мостовом переходе. На станции Тургеневка Кенельского района в ближайшем будущем может появиться новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежнее здание, построенное в 1897 году, безнадежно устарело. Новостью о строительстве пункта с жителями станции поделились депутаты Самарской губернской думы, побывавшие с рабочим визитом на Кенельской земле. С ними вместе работала и наша съемочная группа. В общеобразовательной школе села Покровка в расписании занятий обед. На этот раз прием пищи проходит под наблюдением депутатов Самарской губернской думы. Столь пристальное внимание парламентария вполне объяснима. Бесплатное горячее питание, новая мера поддержки семей с детьми, озвученная президентом России Владимиром Путиным. Она реализуется во всех школах Самарской области уже с 1 сентября прошлого года. Сами школьники такой мерой поддержки вполне удовлетворены. Я сегодня обедаю суп-дорог. Он очень вкусный. Еще пюре с котлетой. Я еще ее не пробовала, но я знаю, что очень вкусно. Оценили на хорошо школьное меню и соблюдение санитарных норм в столовой и сами депутаты губернской думы. Александр Живайкин преподнес школе в дар набор футбольных мячей. Следующий после школы пункт в расписании рабочего визита парламентариев – новый фельдшерско-акушерский пункт. Для того, чтобы начать прием больных, ФАПу требуется лишь перерезать традиционную ленточку. Новое издание ФАПа построено в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путином. Обслуживать пункт будет без малого 300 человек. Посмотрите, какая красота. Работа идет в радость. Конечно, долго мы этого ждали, покровчане долго этого ждали. А в этом 2020 году покровчане и я наблюдали весь год, как проходило строительство, переживали. Открытие нового ФАПа в селе Покровка стало возможным благодаря реализации государственной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В губернии в программу входит 41 медорганизация. Программа также предусматривает строительство новых, реконструкцию действующих медучреждений, оснащение их оборудованием, обновление транспортного парка и укомплектование кадрами. Особое внимание будет уделено доступности медицины в небольших населенных пунктах. Благодаря национальному проекту здравоохранения, развитию первичной медицинской помощи стало возможным. Безусловно, жители уже не только у меня просили этот объект. И сегодня мы радуемся вместе с жителями, что эта мечта осуществилась. И на территории Самарской области, я думаю, что таких сел будет гораздо, не то что меньше, их не будет. Сегодня мы уже слышим дополнительные пожелания жителей. Среди таких пожеланий и строительство нового ФАПа на станции Тургеневка. Александр Живайкин рассказал, что этот вопрос взят в работу. И совместно с министерством будет обсуждаться возможность возведения ФАПа уже в этом году. Владислав Жирнов, Константин Макаревич, Новости губернии. Теперь к врачу они идут с интересом. В Куйбышевском районе Самары после ремонта открылось детское поликлиническое отделение. Даже цвет стен в учреждении подобрали по рекомендации профессионального художника, чтобы успокаивал маленьких пациентов. Что же такое бережливая поликлиника, расскажет вас Сарасадина. Детскую поликлинику, здравствуйте. Теперь дозвониться до детского поликлинического отделения больницы номер 10 стало проще. В регистратуре больше сотрудников, принимающих звонки. Плюс ко всему здесь установили айпи-телефонию и терминал для самостоятельной онлайн-записи к врачу. Отделение преобразовано в рамках национального проекта здравоохранения. В 2020 году в учреждении провели ремонт и внедрили в работу принципы бережливого производства, что очень порадовало посетителей, ведь отделение обслуживает около 17 тысяч детей. Так как двое детей, прививки, обследования, то есть, ну, часто бываем. Какие изменения произошли в вашей родной поликлинике? Ну, очень красивый ремонт сделали, очень красиво. Дети прям смотрят, им интереснее стало тут приходить сюда. Здесь отремонтировали входную группу, коридоры и регистратуру. Закупили мебель и современное оборудование. Например, вот этот авторефрактометр. Который значительно облегчил работу врачей-офтальмологов, которые теперь необходимы первичную диагностику патологии органов зрения производят непосредственно на своем рабочем месте, тем самым повышая доступность медицинской помощи. Раньше на данное обследование выдавались внешние направления в Самарскую областную больницу имени Ярошевского. Гиброгастроскоп, аппараты для УЗИ и рентгена также стали большим подспорьем в деле борьбы за здоровье подрастающих самарцев. Кроме того, благодаря ремонту здесь разделили потоки пациентов. Удалось сделать отдельный инфекционный блок с отдельным входом. Теперь потоки больных с температурой не пересекаются с пациентами здоровыми. А еще в учреждении появился телевизор. Это подарок от главы Куйбышевского района. Чтобы, во-первых, вот тот телевизор, который сегодня мы привезли, он использовался в качестве в том числе навигации по клиническому отделению. В том числе сейчас, конечно, очень актуальные вопросы, связанные с просветительской деятельностью. Повышение доступности и качества медуслуг – часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Таких темпов развития системы здравоохранения, как высокотехнологичного, так и первичного звена, не было никогда. В 2020 году в регионе принципы бережливого производства внедрили в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях, в том числе в отдаленных районах губернии. Вас рассадина Дмитрий Столяров, Новости губернии. Почти 126 тысяч раз волонтеры Всероссийской акции «Мы вместе» пришли на помощь одиноким и пожилым жителям Самарской области. Акцию запустили 11 месяцев назад. Как сейчас идет работа регионального колл-центра, какое обучение проходят добровольцы и как стать волонтером, узнала Мария Шпакова. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Чем я могу вам помочь? Анастасия Кузьменко в добровольчестве уже три года. С декабря волонтер акции «Мы вместе». В ее обязанности входит работа в колл-центре, прием звонков и доставка адресатам продуктов питания и лекарств. Когда я понимаю, что моя помощь была полезна, первое, это, конечно же, радость. Мне очень нравится моя, так сказать, деятельность. Я очень счастлива в том, что я помогаю людям. Акция «Мы вместе» в Самарской области проходит уже 11 месяцев. За это время волонтеры регионального колл-центра помогли одиноким и пожилым гражданам 126 тысяч раз. Из них 63 тысячи – это заявки на покупку и доставку продуктов и лекарств. И чуть меньше – консультации. Ну, конечно, помогать – это так по-доброму, по-самарски. И для того, чтобы стать волонтером штаба акции «Мы вместе», мы, конечно же, проводим сначала обучение. И потом они приступают к работе. Но прежде всего это должен быть порыв души, просто помочь окружающим людям. Чтобы помогать эффективно и правильно общаться с людьми, волонтеры акции «Мы вместе» регулярно проходят обучение. Это мастер-классы, семинары, тренинги. Помогая другим, они развиваются и сами. Для того, чтобы развиваться, реализовывать себя в той или иной сфере, необходимы сегодня современные такие мягкие навыки. И волонтерство, в связи с тем, что это такое крупное сообщество, позволяет это делать через общение с другими людьми, через взаимодействие, через приобретение какого-то опыта, через оказание помощи. Получить помощь пожилые и одинокие граждане могут, позвонив по телефону регионального колл-центра, который сейчас вы видите на экране. Туда же нужно обратиться, если вы хотите стать волонтером и присоединиться ко всероссийской акции «Мы вместе». Мария Шпакова, Владимир Терентьев, Новости губернии. Рассадка согласно социальной дистанции и масочный режим – обязательное правило для всех заведений общепита. В Самаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений эпидемиологических норм. Какой штраф светит за несоблюдение правил, расскажет Наталья Матвеева. Теперь при входе официанты не только приветственно улыбаются, но и напоминают посетителям о масочном режиме, дезинфекции рук и обязательно измеряют температуру. В противном случае вход воспрещен. Во время пандемии эти процедуры стали привычными, однако их соблюдения регулярно проверяются. Ведется постоянная работа, настроенная по масочному режиму, по соблюдению всех эпидемиологических норм в соответствии со 150-м постановлением губернатора. Эта работа ведется каждый день силами объекта потреб. На территории района находится 562 объекта потреб рынка. В общей сложности с начала пандемии мы их проверили более 4 тысяч раз. Из них специалисты выявили 152 нарушения, 15 из них в этом году. Два из них были повторные. По одному из них суд вынес решение о штрафе в 200 тысяч рублей. Требования к заведениям одинаковые. Мы смотрели разметка, наличие масок у сотрудников и посетителей, наличие дизаров, наличие устройств для обезваживания воздуха, ну и заполнение журнала, контроль температуры. За день специалисты проверяют от 30 до 40 точек. Проведение ежедневной влажной уборки в служебных помещениях, мест общего возраста с применением в детстве. Каждый месяц. Периодичность какая? Каждые три часа. С начала весны тенденция нарушений значительно сократилась. Те, кто не соблюдает эпидемиологические нормы, теперь скорее исключение исправил. Наталья Матвеева, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Образовательные процессы и современные технологии. 3D-карты, виртуальные экскурсии и робототехника. Все больше школьников Самарской области приходит заниматься в точке роста. Это специальные центры, которые создаются в рамках нацпроекта образования. В одном из таких побывала наша съемочная группа. VR, 3D-моделирование и программирование. Образовательный центр «Точка роста» в школе номер 5 города Новокуйбышевска появился в начале учебного года. Он занимает два кабинета. В них ведутся как факультативы, так и обычные уроки. Расширить возможности занятия может каждый учитель. Для этого есть все необходимое современное оборудование. Мы можем посмотреть возможности 3D-карт, какие новые функции появляются у карт, построить профиль местности онлайн, посмотреть виртуальные экскурсии. Школьникам очень нравится, то есть это не просто работа с учебником, это новое, интересное, глаза горят. Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. Собрать робота, запустить квадрокоптер, напечатать собственную модель на 3D-принтере. Всему этому учат педагоги, прошедшие специальное обучение. Вызвать интерес можно у каждого ребенка. У нас работает шахматный клуб, у нас работает фотоклуб. Практически каждый ученик школы имеет возможность заняться тем, к чему лежит его душа. Большая ставка делается на уроке ОБЖ, где ребята с помощью макетов, с помощью наглядных пособий имеют возможность на практике применить знания по обеспечению безопасности своей жизнедеятельности. Точки роста в школах региона появляются в рамках нацпроекта образования. Он инициирован президентом России Владимиром Путиным. За два года для развития детей в муниципалитетах и малых городах уже организовали 87 центров цифрового и гуманитарного профилей. Дарья Зотова, Новости губернии. Где проходила граница Российской империи? Как читать тайные знаки на камнях? И где находится валун, который помогает найти жениха? Наша съемочная группа приняла участие в шестом пресс-туре зимнего сезона проекта «Поехали!». Достопримечательности Красноярского района и настоящий крестьянский быт в репортаже Татьяны Пудовой. На улице под минус 30, но блогеров и журналистов Самарской области этим не испугать. За новыми впечатлениями отправляемся за 70 километров от Самары в село Новый Буян. Здесь уникальная природа. Во-первых, мы находимся в самой высокой точке Нового Буяна. Здесь прекрасный вид. Здесь, посмотреть лес, который настоящий лес, а не посадки. Он начинается отсюда и идет фактически до Тольятти. Здесь уникальная живая природа, косули, кабаны. Современный вид эта ферма обрела сравнительно недавно. Раньше она была частью Нового Буянского совхоза. Из шести больших коровников сохранились только два. Обустроили конюшню, овчарню и все гости первым делом отправляются сюда. Дорогая моя, исполни мое желание в 2021 году. Символ года. Агре-экотуризм – направление, активно набирающее популярность среди жителей региона. А что поделать, истосковался горожанин по сельскому быту, приезжает сюда, чтобы погладить, к примеру, ягнят. Он такой мягкий, такой приятный, хочется тоже его немножко потискать. Всех животных здесь можно гладить, но с особой осторожностью просят подходить к ослице Марфе Степановне. Ласково ее зовут Марфуша. Осторожно, потому что она любит кусаться. Поэтому мы пришли к ней не с пустыми руками, а принесли лакомство. Животные, говорят владельцы фермы, удивляют их каждый год. У нас в этом году родился козлик, который разговаривает на человеческом такое ощущение, языке. В прошлом году в питомнике хаски у нас родился щенок. И вот сейчас он подрос, и он ворует варежки. Это невозможно просто, это надо видеть. У него, когда он видит детей в варежках, я прям вот смотрю на него, и у него весь взгляд на эти варежки. В питомнике сибирских хаски можно научиться запрягать ездовых собак и кататься на нартах. Для тех, кто хочет настоящего экстрима – езда на снегоходах. Очутиться в лесу, спуститься к озерам, доехать до развалин старой подземной церкви. А можно остаться на ферме и прокатиться верхом на лошади. На конную прогулку отправился и наш видеооператор и освоил с тренером азы езды рысью. После согреваемся у камина и дальше в путь. Отправляемся на улицу Крестьянскую, окраину Красного Яра. Здесь, в музее, под открытым небом, повсюду каменные изваяния с загадочными знаками и символами, которые находили в соседних полях и лесах. Сейчас, в данный момент, вы видите женский камень. Женщина, которая прикоснется к этому камню, обретает счастье материнства. То есть она может встретить своего возлюбленного и при этом забеременеть и получить желанное дитя. Эти валуны – артефакты времен древней цивилизации Роса Ариев, которая жила на этих землях несколько тысяч лет назад. Вот совсем в 100 метрах здесь близко когда-то проходила граница России, условная. Новозакамская засечная черта – это самый крупный исторический объект на территории Самарской области. Вал и ров длиной 222 версты. 300 лет оно сохранилось все еще. Что-то там внутри такое есть, значит. Это же не просто бугорок насыпанный. Ну, это история, это наша история. Туристический комплекс с избой, крытый камышом с каменной печью, где собраны предметы быта славян, охраняют кабан-пумба и гуси. Здесь у нас водятся караси. Караси? Да, вот они иногда вылавливают. Когда караси всплывают, они иногда их вылавливают. А также у нас есть кот, Гоша, который каждый день приходит сюда на рыбалку. И каждый день он ловит у нас здесь карасей. Вот так за играми и закончился день. Журналисты и блогеры в рамках проекта «Поехали», который реализуется при поддержке правительства региона и Туристского информационного центра, окунулись в народные традиции и познакомились с людьми, которые сумели сохранить богатую историю родной земли. Татьяна Пудова, Владимир Терентьев, Новости губернии. Завтра в свет выходит свежий номер газеты «Волжская коммуна». Вот некоторые темы нового выпуска. В начале 70-х на Самарской площади был построен 12-этажный жилой дом. Несколько лет спустя сквер с фонтаном в честь 30-летия Победы. «Волжская коммуна» опубликует интервью автора этих работ архитектора Владимира Борисова. 30 лет назад Куйбышев вновь стал Самарой. Кто и почему предложил вернуть городу его историческое имя, рассказали сами инициаторы переименования. Подведены итоги областного журналистского конкурса на призы губернатора и конкурса «Золотое пиро губернии». Среди победителей коллектив Самарского областного вещательного агентства. Кто и за какие проекты получил награды. Об этом и многом другом в свежем номере газеты «Волжская коммуна» от 22 января. Больше новостей на нашем сайте. А у меня пока на этом все. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok